Приветствую вас, Татьяна. Смотрите, какая получается история. Во-первых, здесь нужно определить корень самой проблемы, корень самой ситуации, потому что, как вы понимаете, дело здесь совершенно не свекрови, а дело здесь исключительно в том, как вы воспринимаете то, что делает свекровь, и то, как вы воспринимаете свое материнство. Для меня это сразу выглядит так, что вы не уверены в себе, как мать, вы не уверены в себе, как хозяйка, может быть, вы не уверены в себе, как женщина, вот, ну, возможно, как жена. Вот. И, соответственно, в этом все дело, потому что, ну, начиная жить, например, в квартире со свекровью, не совсем понятно, чего вы ожидали. То есть, вы ожидали, что свекровь будет себя по-другому, если так, с чего вы решили. Вот. Вы ждали, что она будет на вашей стороне, ну, опять же, простите, с чего вы так решили. Ну, так почему вы решили так, почему вы думаете так, что она должна быть на вашей стороне. Вот. То есть, словно говоря, вы драдите свои силы на борьбу, да, на борьбу с ней. Но борьба с ней – это определенного рода ветряные мельницы. Вот. Борьба с ней – это ветряные мельницы. Почему? Потому что свекровь вам не изменить, она, ну, как минимум, не молодая женщина, да. Вот. И у нее уже свои установки, у нее свои позиции, у нее свои жизненные ценности. Вам нужно демонстрировать всей уверенность в себе, вам нужно демонстрировать то, что вы знаете, что делаете, вот, спокойно, размеренно, но настойчиво и твердо. Потому что действие свекрови – это действие человека, который считает, что кто-то рядом с ней не уверен в себе, кто-то рядом с ней не уверен в том, что он делает, к сожалению. И вот она, пожалуйста, вот она, модель-модель такого поведения. Вот. Поэтому уверенность в себе, выработка отношения к самому себе, к тому, что вы делаете, взгляд на то, в чем вы сомневаетесь в себе, и выработка к этому отношения и поведения. И игрок вам не будет страшен, а ну, она будет повышать на вас голос, ну, и что. Как бы, ну, повыться на один раз голос, повыться на два раза голос, ну, и что дальше. То есть, что изменится от этого. Она увидит, что это бесполезно. Вот. А так защищаетесь вы, защищает ее ваш муж. Она видит, что вы не уверены в себе и будет продолжать действовать так же. Вот. Как бы и все. Поэтому, вот, работа именно, вот, с вашими внутренними противоречиями, с тем, что вы не уверены в себе. Потому что в игроках она, как бы, демонстрирует, она демонстрирует то, в чем вы не уверены в себе. Она видит в этом слабость. И в ее понимании это слабость. И в ее понимании это может навредить ребенку. Ну, здесь она часто права, что это действительно может навредить ребенку. Вот. Но, ребенку наносит вред не какие-то конкретные действия родительства. А ребенку наносит вред, скорее, противоречия родителя. Скорее, двойное дно действий родителей. Несоответствие того, что родитель делает и того, что он думает. Вот это, на мой взгляд, то, с чем вам нужно работать. А с игроков лучше оставить. Как бы, все равно вы ничего не сделаете. Хотите, если хотите, чтобы она не подставала, но нужно жить отдельно. Если вы решили жить вместе, понятно, на что вы рассчитывали. Если вы считаете, что вы должны жить, как бы, ну, отдельно, да. Ну, соответственно, для этого. Для этого именно вам нужно что-то делать. Так получается, что вы согласились жить вместе. И теперь, вот, не знаете, что делать со кровью. Ну, это, как минимум, такая вот противоречивая история. Именно вот у вас, именно вот у вас. То есть, по сути, с игроком, что делать. Она выявляет ваши проблемы, указывает вам на них, а вам неприятно. Так что вы от этого пытаетесь избежать. Ну, это вся история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Давайте решим, давайте начнем. Продолжение следует. Продолжение следует...